МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По его словам, во время всей выборной кампании и в подземном переходе, что рядом с заводом, распространялись листовки с абсолютно недостоверной и, цитата, грязной информацией о том, что на заводе якобы массовое сокращение, о пощемлении права к трудящихся и о переносе производства обновленной модели патриота в особую экономическую зону в Татарстане. Основное в листовках было о том, что профсоюзный комитет и лично председатель профсоюзного комитета, то есть Яблочко Викторович, лег под работу дателя и занимая политику, так сказать, соглашательскую политику, никаких вопросов по защите прав рабочих и решения вопросов, которые связаны с производством, с сокращениями, с организацией на производстве, я эти вопросы не решаю. Виктор Бычко все эти слухи опровергает, называя полной чушью. Однако, несмотря на все внешние факторы, справедливость восторжествовала. Виктора Ивановича в результате честного голосования трудовой коллектив вновь назначил председателем. Изначально на эту должность претендовали еще два кандидата. Спасибо коллективу, который разобрался в этом вопросе, поняли и в итоге проголосовали вновь за то, чтобы я работал председателем профсоюзного комитета. Я благодарен им за это и думаю, что те надежды, которые они возлагали на меня, я оправдаю. Основной курс работы в профсоюзе сохранится. Защита прав трудящихся и обеспечение рабочими местами остаются первостепенной задачей. А как помогает профсоюз, чего я достиг, то я многого чего достиг, потому что я сейчас заместитель, председатель комиссии по работе с молодежью. Я учусь на юриста от профсоюза и за счет федерации профсоюзов. Потом у меня есть своя команда профсоюзная. С августа по поручению губернатора Сергея Морозова реализуется комплексная дорожная карта развития автозавода. В частности, документ касается эволюции индустриального парка УАЗа, реновации социальной инфраструктуры, то есть реконструкции ДК УАЗа и профилактория. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова